Всем привет! Это проект Люди равно Балакова, который посвящен юбилею нашего города. Сегодня все балаковцы, изучив список праздничных мероприятий, будут отмечать День города. Кто-то спортивно и активно, кто-то музыкально. И отовсюду будут звучать поздравления с юбилеем, любимый город. Это уже стало традицией, что в первые выходные осени наш город отмечает день рождения. На этот раз дата круглая – 260 лет. По меркам истории это не так уж и много. Но за это время наш город кардинально изменился, превратившись из удельного села в крупнейший промышленно-энергетический центр региона. И во все времена в нашем городе были люди, на которых равнялись. Они – наша гордость и достояние. Это заключительный сюжет нашего проекта «Люди равно Балакова». На протяжении семи месяцев мы рассказывали о тех, кто становится примером для окружающих, воспитывает подрастающие поколения, проявляет активную жизненную позицию и лучшие из наших земляков сегодня на обновленной доске почета. Некоторые из тех, кто отмечен на доске почета, родились и выросли в Балакове. Кто-то приехал сюда недавно, но у каждого из них своя история, связанная с нашим городом. У тренера Светланы Кукушкиной Балакова ассоциируется с комсомольскими стройками, хотя сама она в то время еще даже не родилась. На этой стройке мои родители познакомились, так семья образовалась. Я родилась здесь, выросла. Ассоциируется прежде всего со словами город энергетиков, химикостроителей. Врач-неанатолог Галина Москвина приехала в Балаково четыре десятка лет назад после окончания медицинского вуза и полюбила наш город, нашла в нем то, что ей нужно. Любимые места, но они связаны с природой. Это или первый микрорайон, где можно купаться, или плеканы, где можно гулять в соснах, или под сосенки, где есть и купание, и сосны, и все на свете. Я здесь уже 40 лет живу, естественно, город полюбила. Люблю за его спокойствие. Каждому человеку хочется свое. В молодости хотелось, чтобы вокруг все бурлило, кипело, и Москва. Это было пределом мечтаний. По мере подросления, осмысления, уже хочется тишины, спокойствия, стабильности. Эту тишину, спокойствие и определенность, которые так ценят Балаковцы, охраняют настоящие герои, сотрудники органов правопорядка. Многие из них побывали в горячих точках. И фраза «мирное небо над головой» для них не просто слова, так же, как и любовь к малой родине. Очень люблю этот город. Считаю себя патриотом нашего города, нашей области. И наше боевое братство, наши ветераны сделают все для того, чтобы в городе было спокойно, чтобы люди знали и помнили наших балаковских героев. С наступающим праздником! Всем всего самого-самого хорошего! Начальник смены электростали плавильного цеха металлургического завода Балакова Алексей Дайбов приехал в наш город сравнительно недавно и в этом году отмечает круглую дату. 10 лет, как он, житель Волжского городка. Впечатление было, скажем так, не очень. И вот за эти 10 лет очень много сделано в плане инфраструктуры, развития самого города. На моих глазах запущен мост Победы, очень красивый мост. Отстраиваются дороги, введена большая программа по строительству тротуаров. То есть, ну, город отцветает на глазах, это видно не вооруженным глазом. Балакова растет и развивается. И пусть скептики твердят, что ничего хорошего в городе не происходит, но большинство видят эти изменения. Благоустраиваются парки и скверы, создается комфортная среда. Крупные предприятия помогают городу, и он становится краше. А балаковцы пишут стихи и песни, посвящая их малой родине. И все реже звучат призывы к тому, что отсюда надо уезжать. И все чаще можно услышать – Балакова – это город будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова